Я рекомендую не американский рынок, потому что, несмотря на то, что я думаю, что американский рынок, американская экономика по-прежнему будет сильный, просто рынок, у рынка будет стагнаться на 2-3 года, пока, так сказать, компании не заработают больше денег и средний уровень профитабильности не достигнет своего среднего результата. Особенно меня интересует Восточная Европа. Страны, как Россия, Венгрия, Польша. Те страны, у которых есть своя валюта. Их валюта за последние пару лет достаточно сильно упала. И, так сказать, очень много производства приходит назад в эти страны, потому что просто они стали, так сказать, более... производить там стало более дешево. И, так сказать, сейчас ситуация в Западной Европе больше стабилизировалась. Западная Европа по-прежнему самый большой потребитель в мире, даже больше, чем Соединенные Штаты. И они начнут покупать товары из Восточной Европы. Также меня интересует Индия. Индия, так сказать, компании, маленькие компании Индии в этом году очень сильно пострадали из-за оттока валюты. Когда, так сказать, монетарное смягчение, слухи о монетарном смягчении в его окончании, так сказать, начали циркулировать, то был очень большой отток валюты. И у них сейчас есть инфляция, и, так сказать, их валюта сильно упала. Опять же, такая же ситуация, что они станут, гораздо будет дешевле все производить дома. И, так сказать, их, так называемый, trade balance сразу улучшится, потому что они станут производить, меньше станут покупать за границей, станут больше производить дома. Поэтому Индия тоже для меня интересный результат. В Соединенных Штатах, так сказать, я не могу найти никаких компаний, в которые мне было бы интересно инвестировать. Потому что я считаю, что сейчас все очень дорогое.